О, работает. Всем привет, ребят. Сегодня в Орленке вау события. И я вам сегодня расскажу и покажу, какая выставка сегодня открылась в нашем детском центре. Ну что, пойдем смотреть? Ой, не упала. Ты чувствуешь этот момент? Я поехал. Дубль не получился, давайте еще раз. Вы можете попробовать прицелиться с РПГ. Это ракетная... Вы монтируйте. Мы это вырежем. Она одноразовая, очень легкая и в этом ее плюс. То есть выстрел и выбросил? Выстрел и выбросил, да. Если мы преподнесем алюминий, он начинает пищать. Вот. Он нужен для обнаружения вот таких миль. Это мина у нас в разрезе. Это мина у нас целиком. Противопехотная мина используется для уничтожения врага в пехоте. Ты столько всего знаешь. Ты сам вообще откуда? Мы с УТАШа, с 11-й отдельной артиллерийской бригады. Что ты держишь такое интересное в руках? Это РПГ-26. И... Вот. Ну, вообще он применяется, насколько я знаю, для уничтожения, типа, там, вертолетов, всякой вот такой вот техники. Боевое положение. Ты сейчас только что убил оператора. На этой выставке я сразу же увидел лодку и в нее побежал. Вот. И... Ну, плод дал, а она хорошо. Я думаю, что пора пойти и узнать, да, об этом? Да. А эту штуку давай заберу у тебя. Хорошо. А как вы думаете, для чего вообще эта штука и что, что она... В первую очередь для спасения людей, чтобы, да, чтобы люди не умерли. Молодец! Ну, в общем, нормально. Это называется ПСН, плод спасательный надувной, рассчитан на 6 человек. Такие плота используются на кораблях военно-морского флота и ручного судоходства. Для того, чтобы во время кораблекрушения помогли спокойно выжить люди. Мы сейчас вам расскажем, что нам помогло спастись. Вот Тимофей точно знает. Покажи, Тимофей, что же у нас есть такое, что... Нам нужно весло складывающее, ремкомплект, если вдруг у нас наш плод порвется или что-то случится, консервы или питание какое-то, аккумулятор, который заряжается самостоятельно от моря. Аккумулятор заряжается от солей, которые находятся в воде, когда он попадает в воду. Ты сейчас серьезно? Нож специальный, который не тонет, ручка деревянная, якорь самонадувающийся. Он набирает воду, инструкция, которая очень будет полезна, думаю, если мы не знаем, что с этим всем делать. Все нам это показали, все рассказали. Мы для того, чтобы в какой-то, вдруг, правда, вы как сказали, какой-то либо случай, чтобы мы могли самостоятельно спасти себя, либо же продлить свою жизнь. Либо жизнь другого человека. Спасибо, Тимофей. Что делаешь? Обдуваю себя. Вентилятор? Да. А что это вообще такое? Ты сам-то в курсе? Кондиционер. Вот этой штуке можно погрузиться и 5 километров в час проплыть. Ух ты, надует он лучше. Чувствуешь себя суперменом? Да. Наверное, самое интересное, это Мерлин 350. Это такая массивная штука, которая погружается на глубину 60 метров. Я думаю, это очень интересно было бы, наверное, поуправлять вот такое через камеру, посмотреть, что там на дне происходит. Не, причем водолаза, можно словом поплавать, пощупать, а тут можно поглубже. Давай пойдем пощупаем водолаза, который там стоит. Такой вот костюм, это получается, он дышит отсюда кислороном, ласти большие, маска клевая. Да, думаю, и термокостюм защитный. Пробовал когда-нибудь погружаться? Да, пытался, только всплывал постоянно на спину, плавал, как черепашка большая. Это не просто водолаз, это специальное снаряжение, которое используется в спецоперациях. Я знаю. Как ты считаешь, что у него особенного, что его отличает от обычного водолаза? Ну, у него находится спереди дыхательная получается кислородная баллонка. Отличается, на самом деле, трубка, которая подойдет к кислороду к маске. Просто переключатель, который трубку отснимает. Наши водолазы нас... Удивят. Берегут. Что здесь такое представлено на этой выставке? Я так вижу, автоматы. АК-34М и ФПМ. Они используются на вооружении нашей армии. Для детей что показываете, что демонстрируете? Как собрать, разобрать или как? Да, будет продемонстрирована неполная разборка, сборка автомата и ФПМ. Сам можешь разобрать, собрать? Могу. А мне покажешь? Покажу. Поехали. Вообще не мое. Кровь. Кровь. Бывает, когда первый раз собираешь, куда-то не туда палец в затвор засунуть, он зажмет. Как думаешь, сложно это вообще? Думаю, да. Ну, если натренироваться, то будет быстро. Девочкам это зачем, как ты думаешь? Ну, в жизни случаются такие ситуации, когда девочкам необходима подготовка такая, чтобы защищать ослабление. Забыла нажать стоп. 36 секунд. Ну, я опоздала, минус секунда, 35 секунд. Откуда? Ну, я хожу в почетный коровый город Шахта. На вечном огне возлагаю. И там меня научил мой лучший подаватель. Супер. Просто я в шоке, я в шоке. Миш, ну улыбнись, ты что такой серьезный? Интересно? Очень интересно. Мне нравится. У тебя и вид такой, видно, что интересно. Да. Ну, я для себя узнал, допустим, вот этот плод надувной. Ну, я их видел, конечно, там в фильмах вживую, вроде как не видел. Получается, такой Марлин 350, такой аппарат, тоже не видел. И мне понравилось то, что даже если в музее увидите такой плод, то туда нельзя залезть, здесь можно. Вау-события. 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 Вообще класс.